Инспекторы МАДИ усилили контроль на пяти улицах столицы, где есть велодорожки. Там водители часто оставляют машины под запрещающими знаками. И это создает помехи велосипедистам, пешеходам и другим автомобилистам. Рейды начались 4 июля, и за нарушение парковки, конечно, всем грозит штраф. На каких же улицах ждать инспекторов, расскажет Мария Антропова. Велодорожка в центре Москвы, движение здесь оживленное. Правда, пользователям велосипедов и самокатов на своей же полосе нередко приходится маневрировать, объезжая припаркованные авто и грузовики. Всего парафото как доказательство неверной парковки. И нарушитель пойман. Инспекторы патрулируют улицы города и днем, и вечером. Только с начала года в столице зафиксировали почти миллион случаев нарушения парковки. Когда я вижу нарушение, то я первым делом фиксирую знак, потом подхожу к автомобилю, фиксирую нарушение данного автомобиля. Если водитель находится на месте, то я прошу водителя, чтобы он поставил транспортное средство на парковку. В случае, если нет водителя, то через институционный центр я вызываю мобильный экипаж, эвакуатор, для дальнейшей погрузки на спецстоян. Этим летом инспекторы МАДИ Московской административной дорожной инспекции усилили патрулирование на пяти улицах с велодорожками. Теперь ловить нарушителей будут на улице Академика Скрябина в районе Кузьминки, в центре Москвы на Малой Бронной и Лесной, а также на Рождественском и Петровском бульварах. Я сам как водитель иногда на машине, я такое не делаю, я не нарушаю так. Где положено я остановлюсь, где не положено, это не самое лучшее место для парковки. То на них машины поставят, то люди по ним идут. И как-то неудобно получается. То иногда приходится ехать по тротуару, что тоже заставляет какие-то неудобства. Все должны соблюдать правила дорожного движения. Я представляю, какими проклятиями они сыплют вслед тем автомобилистам, кто так делает. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, брошенные на велополосах авто могут привести к авариям с самыми серьезными последствиями. Безопасность дорожного движения в Москве повышают по поручению Сергея Собянина. Парковка на велодорожках создает помехи для движения велосипедистов, других участников движения. Это может приводить к дорожно-транспортным происшествиям. Мы убедительно просим не парковаться на велосипедных дорожках. Как правило, такие улицы оборудованы знаками 327, остановка запрещена. И останавливаться здесь нельзя даже на несколько секунд. Эксперты говорят, культура уважения к велосипедистам начала формироваться только несколько лет назад. Поэтому многие автомобилисты даже не подозревают, что паркуются в неположенном месте. Безусловно, штрафы, любые штрафы и неотвратимость наказания, она довольно сильно дисциплинирует. Если автомобилисты начнут получать штрафы за нахождение, за парковку машины на велоинфраструктуре, ну, конечно, они будут более внимательно относиться к тому месту, где они паркуются. За парковку на велодорожке действует штраф. Нарушитель, который оставил свое авто в зоне действия запрещающего знака, заплатит 3000 рублей. Сообщить о нарушителях может любой желающий. Для этого нужно установить приложение «Помощник Москвы», авторизоваться через учетную запись на сайте мост.ру и отправить фото нарушителя. Мария Антропова, Анастасия Шерстовитова, Сергей Новиков, Александр Хоботов, Москва, 24.